Всем доброго времени суток. Вот небольшая инструкция о том, как приобрести билет на сайте Визэйр. Будем это делать на примере билета из Вильнюса в Афин и обратно. Самый удобный путь, чтобы попасть участникам на фестиваль «Волна идей Греция». Для того, чтобы иметь возможность покупать билеты, для этого нам нужно зарегистрироваться на сайте Визэйра. Все свои данные мы вносим исключительно латинскими буквами. Телефон также, естественно, выводим правильный, так как на него будет поступать некоторая информация. Также адрес электронной почты, к нему у вас обязательно должен быть доступ. Выбираем страну Беларусь и соглашаемся со всеми пунктами. И здесь мы уже попадаем. Вот видите, наша регистрация Wi-Fi DS уже осуществлена. Далее мы выбираем пункт назначения. Вот у меня уже есть в быстром поиске Греции и Афины, но не у всех возможно будет, поэтому начинаем выбирать. Пишем Афины. И вот, соответственно, он здесь появляется. Вылет. Переносимся в далекое будущее на июнь месяц и самые удобные рейсы для того, чтобы попасть на фестиваль и иметь возможность участвовать во всей полной программе. Это вылететь 13-го, ну и, соответственно, возврат 20-го июня. Возможно, увеличивать количество дней пребывания это уже на усмотрение коллективов, ну либо солистов, которые будут к нам прилетать. Нажимаем ОК. У нас выбран вылет и, соответственно, обратный рейс. Пассажиры. Ну, допустим, у нас летит мама и ребенок, дочка, которая от 2 до 14 лет. Прошу обратить внимание, что все дети старше 14 лет считаются взрослыми для Visa Air. Нажимаем ОК и нажимаем Поиск. Поиск. Ждем, когда система найдет нужный нам авиабилет. Ну и, собственно говоря, вот цены, которые есть на сегодняшний момент. 69,99 – это по маршруту Вильнюс-Афины. Ну, соответственно, обратный билет 69,99. У нас здесь появилась цена. Это, естественно, цена за уже 2 авиабилета. То есть 2 туда, 2 обратно. То есть мама плюс дочь. Административный сбор, который выставляется в Visa Air. Многие спрашивают, как попасть к этой цене. Эта цена актуальна только, если вы покупаете и в вашей семье. Это самое важное именно в вашей семье, потому что вы должны быть уже в этой броне. То есть вы должны лететь, то есть тот человек, который будет оплачивать. Вы можете купить, то есть когда у вас более чем 4 человека, тогда эта скидочная цена подходит и для вас. Мы нажимаем Продолжить. Пассажиры. Вот как я и говорил, что ваша фамилия, имя, оно будет обязательно в бронировании. Вас уже запомнили. Здесь мы выбираем, чтобы не увеличивалась стоимость. Везде выбираем «Нет». Ну, если вам надо, естественно. Дополнительный багаж. Его, конечно же, самый выгодный вариант покупать. Именно здесь, то есть на сайте. Здесь также подтверждаем, что у вас есть единица ручного багажа. Вот его размеры, максимальный вес. Это выбирать не надо. Это дополнительно, собственно говоря, ничего не добавляет. Там только небольшую сумочку и визер приорити. От этого тоже ничего, собственно говоря, не изменится. Нажимаем ОК. Здесь уже все добавилось, все включено. Ну и добавляем имя ребенка. Тоже все он писает. Писывается, естественно, латиницей. Это женский. Здесь обязательно выбираем дату рождения. Соответственно, это вот доступные никогда. Это те дети, которые попадают именно под этот вот дату рождения. Выбирать ребенком обязательно. Также можно добавить имя позднее, но цена, она обязательно здесь указана за каждую галочку, которую вы добавляете. Соответственно, здесь не забываем выбирать регистрированный багаж, если он у вас действительно его не будет. Также включаем ручной багаж. Не забываем, без этого система не даст продолжить дальше. Продолжим дальше. Вот мы видим, собственно говоря, доступные места. Нажимаем «Перейти к обратному рейсу». Подтверждаем. Дело в том, что как только мы начнем выбирать места за это, мы начнем платить. Вот сейчас покажу на примере. Выбирать места не надо, потому что любое место – это дополнительная сумма денег. Поэтому мы оставляем везде позиции «Место не выбрано», «Место не выбрано». Подтверждаем. Нажимаем здесь «Нет, спасибо». Вам назначить места обязательно за 48 часов до вылета. Здесь можно все прочитать, но каждый пункт, как видите, здесь стоит определенных денег. Поэтому это мы все пропускаем. Вот цена у нас не изменилась. Она у нас как была изначально, так она у нас и есть. Дальше мы продолжаем. Вот вам предлагают Wizzler Discount Club, о котором мы говорили в самом-самом начале. И вот здесь вот нажимаете «Нет, я не хочу сэкономить». 40 евро. И дальше уже будет оплата. Оплата. Здесь вводим, соответственно, улицу. Она вводится на латинице. Город. Соответственно, тоже вводится на латинице. Почтовый индекс. Честно говоря, я его не знаю, я все время ввожу стандартный. Никогда с этим никаких проблем не было. Даже, видите, можно галочкой поставить, сэкономить данные у вас сохранятся. Ну и дальше оплата. Самое главное здесь проконтролировать в той валюте, которую вы будете оплачивать. Выбор для Беларуси небольшой. Здесь либо доллары, соответственно, вот они. Либо, к сожалению, тут не могу подсказать, почему не дает она оплатить евро. Но не имеет, собственно, никакого значения. Вот евро по нынешнему курсу конверсии, они переведены в доллары. Ну и здесь остается только внести свой номер карты. Длинный номер карты. Здесь имя, которое указано будет, как на карте. Дата выпуска. Месяц и год он указан тоже на лицевой стороне. Ну и здесь код CVC2 или CVV. Он написан на обратной стороне карты. Обычно указывается на белой палочке. Это три цифры. Три цифры, которые здесь есть. Ну, все, что вам дальше надо будет делать, это принять условия и оплатить и забронировать. Дальше на почту вашу, которую мы указывали при регистрации. Вот она здесь, видите, указана. Вам придет, соответственно, билет и далее за 48 часов до вылета вам нужно будет обязательно зарегистрироваться и оставить, еще раз подтвердить свой вылет и получить на руки посадочные талоны. Дело в том, что если это не сделать через интернет, там надо будет нажать буквально одну кнопку, а в аэропорту это будет стоить 10 евро дополнительно на каждый авиабилет. Ну вот, в принципе, такой короткий экскурс в Визаэр. Спасибо.